Всем привет! Сегодня вы не услышите от меня привычных новостей, но я расскажу вам историю, приключившуюся с нами практически в канун нового года. Намаявшись от дневных хлопот, мы залегли спать, однако проспали недолго. Вскоре были разбужены разбушевавшимися собаками. Собаки упорно не хотели давать нам спать, и если одну собаку можно утихомирить, то четырех, как это в нашем случае, утихомирить невозможно. Собаки вскоре добились своего, мы вылезли из кровати и обнаружили себя в довольно неприятно воняющем дыму. И тут в дело включился Мика. Он проверил все розетки, обнюхал все удлинители, однако выяснилось, что у нас все в порядке. Тем временем, даже несмотря на распахнутые посреди зимы окна, концентрация дыма и тяжелого неприятного запаха горящей пластмассы в нашей квартире продолжала нарастать. Не найдя источника задымления в нашей квартире, мы решили, несмотря на поздний час, а было уже половина третьего, отправиться к соседям снизу. В общем, спустились мы к ним, вытащили их из кровати, и они также обнаружили, что в их квартире порядком дымно. Однако источника дыма мы не нашли и у них в квартире. Вскоре было решено отправиться к соседу на втором этаже. Стоит отметить, что наш сосед человек одинокий. В общем, ломились мы к нему в дверь, однако безрезультатно. Пришлось принюхиваться к запаху из замочной скважины, и стало понятно, что источник дыма находится именно в его квартире. В общем, посовещавшись между собой, мы решили не тянуть до завтра, и Мика позвонил в МЧС. Надо сказать, что сотрудники МЧС приехали к нам очень оперативно. Двор заполнился машинами с мигалками. Это было МЧС, это были полицейские, это была скорая помощь, а вскоре приехала и газовая служба. Пожарные пытались попасть в квартиру через окно. Однако в итоге вскрыли дверь квартиры. Попав в квартиру, они начали задыхаться из-за густого дыма и едкого запаха плавленой пластмассы. Вскоре выяснилось, что причиной пожара стал загоревшийся электрический обогреватель, которым пользовался жилец пострадавшей квартиры. Это был старый пластмассовый колорифер. Из квартиры вытащили находящегося уже в таком полуотключенном состоянии хозяина дома. Шут, шут! Его тут же увезли на скорой. Некоторые из спасателей после того, как побывали в квартире, почувствовали себя плохо. В общем, в ходе этих событий мы поняли, что в МЧС действительно нужно было звонить и нельзя было тянуть до завтра. Еще мы поняли, что пожар – это не обязательно объятое пламенем помещение. Что пожар – это очень часто просто дым, от которого люди могут не проснуться. Тем временем Мика во дворе общался с полицейскими. Кто-то из них поинтересовался, кто же вызвал экстренную службу. Мика сказал «Это я» и напряженно посмотрел на полицейского. А тот сказал ему в ответ, что фактически этим звонком Мика спас весь дом, потому что рядом с горящей квартирой проходила газовая труба. И если бы этот пожар разгорелся бы дальше, то не стоит объяснять, чем бы это закончилось бы для мирно спящих жителей здания. Мика скромно промолчал, что на самом деле фактически тревогу в этой ситуации подняли наши животные. Вот такую вот странную ночь пережили мы буквально недавно. Запах горящей пластмассы пока еще не покинул наши квартиры и периодически нам напоминает о недавних бурных событиях. Ну а что я хочу сказать в итоге? Берегите себя, будьте внимательны к тому, что происходит вокруг вас и не бойтесь обращаться в экстренные службы, когда вас что-то настораживает. Собаки – это не только волосы в подъезде, но и спасенные жизни. Да, это не только эхинококи, а еще и некоторая польза. Кстати, должна отметить слаженную и четкую работу экстренных служб Еревана. Помимо того, что существует явно определенный механизм, когда сигнал о каком-то происшествии моментально передается и, собственно, спасателям, и полицейским, и сотрудникам скорой помощи, информация также передается в районную поликлинику. Пытавшийся отоспаться после всего произошедшего мика, на следующий день довольно рано был разбужен звонком из районной поликлиники, где, решив, что звонят, собственно, пострадавшему, интересовались его состоянием. Друзья, мы хотим поздравить вас с наступающим Новым годом. Прошлый год для Армении был довольно-таки грустным. Вы знаете, в чем причина. С одной стороны, с другой стороны, возможно, это была куча спасенных жизней. А я хочу со своей стороны сказать, что я очень надеюсь, что и хочу пожелать этого как отдельным людям, так и целой стране, чтобы любой негативный опыт, любой тяжелый опыт, любые трудности служили бы для того, чтобы в дальнейшем становиться сильнее. Часто вопреки обстоятельствам бороться за свою страну, бороться за то, чтобы она была бы сильной, процветающей, и бороться за себя на уровне каждого отдельного человека. И, может быть, тогда мы будем жить по-настоящему счастливой стране. Тем более, что мы все понимаем, что нынешние реалии – штука довольно непростая. Я желаю вам всем здоровья, счастья. Мы очень рады, что вы у нас есть. У нас стало больше подписчиков. Мы очень многое хотим вам рассказать. И, кстати, очень многое узнаем от вас сами. Спасибо, что вы были с нами весь этот год. Для нас это очень важно. А мы, в свою очередь, постараемся рассказывать вам много новых историй и много новых новостей в будущем году. И мы надеемся, что жизнь нам будет подкидывать больше позитивных поводов для хороших новостей. Надеюсь, что страна будет созидать, мне будет происходить много нового. И мы будем с радостью об этом рассказывать. Нам приятнее рассказывать новости о том, что Армения запустила свой первый спутник, что какое-то вино армянское заняло призовые места в каких-то рейтингах. Мы очень хотим рассказывать о процветающей экономике, об открывающихся предприятиях, о жизни, которая обустраивается в Ереване и других городах страны. Ну и вообще о том, что все меняется к лучшему. И мы надеемся именно на такие поводы для новостей. Ну а о гаденышах, о которых мы неоднократно упоминали за предыдущий год, мы все равно будем рассказывать. Обнимаем вас и любим! С наступающим Новым Годом! Ваши Мика и Эля!